Следующий вопрос. Правило о том, что все, что можно продавать, все можно оставлять в залог. Оставлять в залог можно все, что можно продавать. Сказал Абдулла ибн Кудама, фи должно быть, в своей книге Аль-Мухни. Нам здесь название должно быть как? А здесь перед словом Аль-Мухни должна быть частица фи. Так вот сказал Ибн Кудама в своей книге Аль-Мухни. Любой предмет, который можно продавать, можно оставлять в залог. Потому что цель от залога какая? Гарантия того, что если должник не сможет отдать долг, то у тебя есть этот предмет, который можно продать и из вырученных денег покрыть долг. Говорит. А это, говорит, возможно относительно любого предмета, который можно продать. Голянна ма кана махаллан льбе, кана махаллан лихикматер рахн. А также потому что, говорит, то, что можно продать, соответствует мудрости залога. Вот этот вопрос понятен или нет? То есть, смотри, если мы говорим, например, компьютер можно продавать или нет? Можно его продавать. Таир. Значит, можно его оставить в залог? Значит, можно его оставить в залог. Почему? Потому что это соответствует мудрости от залога. Потому что мудрость залога в чем? Потому что если ты не сможешь мне отдать долг, денежный долг, то мы сможем продать этот компьютер и вырученные деньги пойдут на покрытие этого долга. То есть я смогу забрать свои деньги посредством продажи этого предмета. А если у нас в залог оставляется вещь, которую невозможно продать, она не годится для продажи, либо запрещено ее продавать и тому подобное, так то нет смысла от этого залога. Правильно или нет? Потому что я его не смогу продать и не смогу выручить никаких денег от него. Значит какой смысл от него? Никакого смысла от этого нет. Поэтому общее правило то, что все что можно продавать, все это можно оставлять в залог. И это не означает, что если предмет его нельзя продавать, что его нельзя оставить в залог. Есть некоторые исключения, которые у нас дальше придут. Дальше у нас они придут, мы укажем по книге.